Всем привет! Я хочу сравнить новый Пентагон со старым. И для этого я проведу серию сравнительных тестов, во время которых я надеюсь получить свои впечатления от разницы в геометрии этих двух ножей. Самый первый тест у нас будет проходить на вот этой вот прекрасной картонной коробочке. И что самое интересное, что она не пустая. Мне очень повезло найти такую коробку, которая внутри забита еще другими картонными коробками. То есть она имеет такую очень плотную структуру. И на всякий случай вообще-то это не тест на заточку, на удержание заточки. Но я хочу показать, что оба ножа в меру своей геометрии, они довольно острые, хорошо заточены. 1.3 мм сведения это все-таки не шутка. Но он нормально кромсает бумагу. Ну конечно, новый Пентагон, он просто мега резак по сравнению со старым. Но это на бумаге. И теперь мы будем делать настоящие, на мой взгляд, интересные тесты. Тестовый стенд готов. И первый тест будет заключаться в том, что я буду отрабатывать удары на вот этой коробке. Буду наносить рубящие, режущие, колющие. То есть абсолютно весь диапазон ударов обоими ножами и попытаюсь получить свои впечатления. Первым пойдет новый, потом старый. Первым на колющих ударах был новый Пентагон. Очень классно отработал. Теперь посмотрим на старый. Опять новый. Старый. Хорошо, кое-что я понял. Теперь пойдем на режущие удары. Сначала новый. Старый. Старый. В резе тоже. В принципе, есть очень большая разница, которую я сразу же понял. И последний удар это будет рубящий. О, кто-то. Старый. Старый. Аж и я. Старый. Дело в том, что разница в плейновой части настолько чувствительна, что я хочу сейчас попробовать серрейторную сторону. Сначала новый. Дело в том, что разница в плейновой части. Теперь старый. Дело в том, что разница в плейновой части. Очень интересные результаты получились. И немножко неожиданные. Хотя, с другой стороны, ничего сверхъестественного тоже не было. Первый удар у нас был колющий. В плане входа ножа в картон практически одинаково. У старого геометрия более узкая, у нового более тонкий кончик. Поэтому входили они просто как в масло. В принципе, в колющем ударе у меня победил старый Пентагон. геометрия. Потому что в тот момент, когда я пытался воткнуть нож и прокрутить его внутри, вот этот узкий клинок, он работал в мою пользу. То есть прокрутить его было намного легче. А вот этот вот широкий клинок, даже несмотря на то, что картон это далеко не какое-то мясо с костями, проворачивался. Ну, он практически не проворачивался, скажем так. Провернуть было тяжело. Поэтому победитель в уколе старый Пентагон. Следующий удар был рез. В резе, ну, конечно же, вогнутые спуски и прямые спуски, и такое толстенное сведение. Здесь была игра в одни ворота. Просто новый Пентагон, он просто порвал. Просто порвал. Настолько легко резал. Просто удивительно. То есть, да, не в глубину, но на высоту своих спусков он прекрасно прорезал. В тот момент, когда я касался старым Пентагоном картона, мне приходилось прилагать намного больше усилия. Кстати, обратите внимание, рукоять, как мы уже говорили, она, как кажется, довольно травмоопасной. Вот сейчас я работал совершенно без перчаток, без темляка. Ни малейшего намека на то, что рукоять выскочит из руки. И последний удар был рубящий. И опять эти вот вогнутые спуски просто блистали. Просто класс. Я чувствовал, как этот нож проваливается внутрь. В тот момент, когда старый Пентагон, блин, он попадает вот этим вот толстенным сведениями. Нужно продавливать его туда. Поэтому в резе и рубке побеждает новый Пентагон. Это в резе и рубке на картоне. По моим личным ощущениям. И когда я перешел на серрейторную сторону, в принципе, разницы большой не было. В принципе, одно и то же. Поэтому, если вы натренированы, как-то очень технично переворачивать нож в руке. Чувствовать, где какая сторона. И в резе переходить на серрейтор. В принципе, не будет никаких проблем, если пользоваться японским согом. На самом деле, проблем не будет так и так. Так как они оба крутые. Именно в этом единоборстве этих двух ножей. В уколе. Победа старого Пентагона в резе и рубке. Победа нового. И мы переходим в следующий тест. Тест номер два. Это тест на втыкание. Я заготовил вон такую форму из картона. Очень толстую. Даже немножко длиннее, чем длина клинков. Посмотрим, как кончик все это выдержит. Например, новый Пентагон. Кстати, здесь мы и проверим, какой из них глубже входит. Новый. Старый. Видите, старый вошел немножко глубже, чего и следовало ожидать. Хотя и дырка от него намного более широкая. Давайте немножко поработаем. Снова. кончик пока что в порядке. Клинок очень сильно нагрелся. Давайте посмотрим теперь на старый. Как он входит! Красавец! Сейчас просто почти порукая. Да! Да! Старый Пентагон на укол просто супер! Клинок просто раскален. Давайте опять новый погоняем. Да! Он просто никак не входит на такую глубину, как новый. Как старый. Никак. Середина клинка примерно это его предел. Тот уже, где продавленный картон, он уже может в новый. На самом деле, ощущения самые приятные от обоих. Входят очень плавно, но новый не входит так глубоко. Это факт. Старый просто зверь. Теперь давайте немножко потыкаем деревяшку. Кончик держится. Конечно, он такой тонкий, что я думаю, если я пойду на излом, то он сломается на фиг. Поэтому я не буду этого делать. Все-таки не хочется убивать его. Ну, теперь давайте посмотрим на старый Пентагон. Пентагон. Кстати, на удивление, в дерево он не входит так глубоко. Он делает намного более такую широкую, круглую дырочку. Но именно по своей глубине. По глубине он тоже уходит. Он уходит глубже. Я ошибся. Меня сбило с толку. Вот это вот. То, что клиночек узкий. Он входит глубоко, очень мощно. Класс. Кончик просто супер здесь. Очень-очень надежный. Старый Пентагон. Новый тоже неплохо. То есть, я не вижу абсолютно никаких проблем. Он проигрывает старому, но это не значит, что он как плохой. Но все-таки в этом тесте я отдаю победу старому Пентагону. Все. Увидимся на тесте номер три. Приветствую всех на третьем сравнительном тесте Пентагонов. И это будет тест по резу покрышки. Резина это очень такой вязкий материал. Поэтому мы здесь проверим как плейновую, так и серрейторную часть. Естественно, сравним обе геометрии. Начнем с нового Пентагона. Плейн. Здесь капроновый корт сбоку. Ну, какого-то сумасшедшего реза нету. Ну, очень неплохо. очень живо так. И давайте теперь вторую часть порежем именно старым Пентагоном. О, протыкает намного более тяжело. Рез. Я думаю, вам не видно, но такое чувство, что вроде пилишь на одном месте. Видите? очень мелкими шишками такими продвигается этот нож. Для сравнения я возьму новый Пентагон. Видите, каждое прорезание примерно 2,5-3 см. Со старым немножко по-другому обстоят дела. Мне вообще кажется, что он затупился и не режет. Галяк. Просто галяк. Я не знаю, новый Пентагон вынес старого нарезе покрышки. Но дело в том, что это больше похоже на какой-то ETC рез, а не на какое-то применение, да, по одетым биоцелям. Но давайте также проверим и серий на обоих. Так как все-таки спуски в обоих случаях разные. Так, это новый. Кулин. Даже серийтер здесь как-то хреново режет. Даже не пойму. Вообще его уводит как-то в сторону. Так еще ничего, если очень напрячься. Но новый Пентагон требует намного меньшего напряжения. Видите, вот это вот поддевание такое очень мощно режет. Хотя, казалось бы, сам рисунок серийтера-то одинаковый. Давайте на старом еще попробуем. Он немножко живее. Есть такая техника, если подтягивать его вверх, нарезать на подъеме, на возврате, тогда немножко лучше. Совсем невеселым и трудным оказался этот тест. Видите, здесь он провалился практически в рукоять. Это тоже о многом говорит. Почему-то на покрышке новый Пентагон просто вынес старый в одни ворота. Ну и увидимся на последнем заключительном тесте. Последним четвертым будет тест на строгание деревяки. Для начала, как всегда, новый Пентагон. Сосновый брусочек. Сначала на весу. Рукоять вообще на этом ноже, она на самом деле просто сказочная. Насколько она мне кажется такой простой. Она жутко удобная в любых видах работ. Ну, очень неплохо, в принципе. Видите, такие щепочки серьезные отлетают. И давайте теперь возьмем старый. Соскальзывает прямо. Ну, я думаю, вы видите сами, какие щепки отлетают от старого Пентагона. И какие вот от нового. Конечно, ну такие топорные спуски и сведения это такой неоспоримый факт, против которого просто не попрешь. В то же время, конечно, если попытаться порубить, то я предполагаю, что, наверное, старый будет лучше. Да, он прям откалывает кусками. Видите, как топор. Вот эти щепки, которые отваливаются от него. Это да. Ну, вот так вот снимать стружку, видите. То есть, это вот старый. Это новый. Им тяжелее, потому что он вгрызается глубже почему-то. Видите. Вот это остатки стружки старого. Это нового. Такой буракина импровизированный. Ну, что же. Листика у меня нету, чтобы проверить заточку. Я сделаю мой коронный тест ногтем, чтобы проверить, что как. Новый Пентагон затупился меньше. Есть небольшие, еле заметные ногтем повреждения вот в этой части, которая сама больше работала, что на покрышке, что на дереве. А в старом Пентагоне здесь вот я чувствую, что режущая кромка немножко как бы так вот пошла волной. То есть, это все выравнивается, конечно же, элементарно на пасте. Но должен признать, что сталь здесь мягче в любом случае. Вот такое интересное тестирование. В принципе, я абсолютно ни на что не претендую. Просто было интересно посмотреть, как этот нож себя поведет. И вот этот старый Пентагон, это не мой нож. Это нож одного моего хорошего друга, который часто подгоняет мне различные артефакты. Я думаю, вы помните ножи, которые он мне давал. Я хочу сказать ему огромное спасибо, что дал мне попробовать этот нож. Ну и конечно же, я уверен, что всем вам было очень интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok